Итак, всем доброй ночи. Стрим пошел. И это очень хорошо. Ну что, играем в OpenBore, Battle Tots and Battle World. Английская версия игры. На, Hit Games. Умный, интеллигентный, лидер, настоящая машина в бою. Рэш, быстрый, безумный, знаменитый, очень острый, что-то там, пимпл, мускулы, очень сильный и тяжелый. Ну, в общем, Battle Tots and Battle World в боевом мире. По музыке вроде нормально. Ну, понятно, что это нифига не идёт встретить нас, чёртый год, да. Сделан 2016. Кстати говоря, сейчас пройдемся быстренько по опциям. Ну, и здесь даже одна кнопка атаки, что есть круто. Так, музыку я особо громко не делал, потому что бывает дисбаланс. Ну всё, поехали. Я буду за пимпла, я постоянно играю. Hit Games представляет. Знакомая заставочка из Нессовской Battle Tots. Как-то запросто всё. Ни анимация, ни хрена. Наконец-то мы нашли. Или что-то... Ха-ха-ха-ха-ха. Я так понимаю, это Find написано. В полном экране играть не буду. Мне это достаточно. Жабы. Сигнал, что я запринговал на боевом компьютере. Какой-то там гипнотический, что-то там. В общем, как обычно, Тёмная Королева нарывается на неприятности, и нам нужно ей надавать. Жаль, конечно, что картинки, но в OpenBor, в общем-то, анимированного чего-то там очень редко можно отыскать, поэтому играем как есть. Нормальный рок-кавер. Латс Гоу. Канён Рагнарог, первый уровень. Что там написано? Силас Хер. Келехит. Свинюшки. Так же, как в Нессе. Чуть-чуть коровушки даже есть. Нормальный, опять же, рок-кавер первого уровня музыкальной темы. О, даже показывают стрелочки, мол. Я бы не понял, куда идти. Ну, в общем-то, наши самые старые знакомые враги у интересные просто. Ага, скороход. Опаньки. Кстати, да, один удар отнял до хрена, хочу заметить. Вот и супер удар, который тоже отнимает здоровье. Опаньки. И тут же тема босса. Кстати говоря, в рок-кавере. Такое ощущение, что это Игорь Пелюга. Он автор этого каверда. Что тут очень похоже. Ну, пока все... Да, вот уже победная тема. Ну, что... Ой, о, блин. Я случайно нажал он-гейм. Простите. Реально палец прям соскользнул. Я понимаю, что гейм-овер. Давай заново. Блин, вот это тупо. Ну, ладно. Тут запись стрима только 4 минуты идет. Сразу говорю, это вот прям first run. То есть, я даже первый игрок не пробовал пройти. Поспойлерил в санитуре сколько проходил. Ну, посмотрим. В общем-то, проходение... Ну, время я всегда подпадеру, потому что бывает такое, ну, мало ли вдруг играть часов на 5. А я тут буду сидеть у утра. Какая-то странная анимация броска, но ладно. Блин. В общем-то, как уже понятно, комментировать нечего. Уже все и так было сказано. У нас суперудар отнимает немного. Здоровье. Полоска ясно большая. Три жизни. Наши знакомые все крысы, свиньи, крупные свиньи, вот эти боровые. Из аркадной версии Battle Toads все. Ну, пока что что-то мы на одной локации тут до хрена врагов увидели так. Управление, анимация, все как из Battle Toads и Battle Toads Double Dragon Avenge. А, понял. Надо подходить. Оба, дракончики из Сеги. Вот это, кстати, врагов таких не было. Ни в одной OpenBoros ни хрена себе, они жесткие. Ну, пока что, да, в общем-то, канонам Сеги тут полностью следует игра. Время, ну, Дэнди Сеги, да. В общем-то, опять же, Нессовский порт вышел намного раньше, на полтора года. Сеговский порт. Кстати, Гвай, Сеговский порт вышел 26 лет назад, в 93-м году. 23-го марта. сейчас уже 24-го. Ну, все, флажок этот поэточек. Это значит, все, первый уровень пройден, то есть, скорохода не будет. Но, как всегда, за каждую жизнь по тысяче. Темная Королева пытается нам угрожать. Проблемы только начались. Ну-ну. Опаньки. И тут же, да, почему-то только гора с пропуском буквы, то есть, гора хаоса. Теперь у нас неожиданно первый уровень из SNES-овской Battle Tots, Battle Maniacs. Неожиданно. О, скелеты! Нифига себе! Что, уже можно похвалить эту игру за то, что здесь хотя бы враги-то новые. Не просто старые знакомые наши пара, это свиньи и крысы, а еще вот, дракончиков. Хоть один Sega в скино есть и скильплит. Нормально. Конечно, понятно, что тут вряд ли будет турботоннель со скутерами, вряд ли тут будет тоже Клингер-Вингер, к примеру, или Погоня с Крысой из SNES игры, или там, артикальный спуск. Понятно, что, скорее всего, все битмап останется. Ага, тебя далеко не перекинешь, но мы тебя в пропасть сейчас сольем. Пока. Так. Ага, и естественно, крысу надо поставить с той стороны, чтобы я, если что, сейчас слетел в пропасть. Ну, ладно. Перехитрим эту крысу. Она сама нас. Опа, перехитрила. Хрен там. Скелетик. О, фанап. Это хорошо. Опа, опа, опа. Аркадные свиньи пошли с этими электрочупачусами. Хрена себе. Тут даже пошло вот кусок, я не знаю, что, штукатурки с балкой. И можно им орудовать. Причем, я вижу, как-то заряд, а, ограничен все-таки. Это круто. Вот, действительно, посмотрите, уже сколько, ну, так сказать, два с половиной новых врага. Вот этот, тут, чупа-чупс, которого не было нигде, даже в более поздних всяких вещах. Ну, что, уже, уже, что-то приятное, в любом случае, в этом, ну, можно сказать, в этой игре есть. И вот, опять же, пошли музыкальные треки из Battle Maniac'ов. То есть, уровень первый. Тема волоски вторым повременить немножечко. Давайте всем наподдадим. А, кстати, только нельзя, только ходить. Я так понимаю, у него временной запас, потому что, что ты ударов в этот раз сделал мало. Суперудар отнимает ровно на хп. Достаточно, кстати, прыжок, хочу заметить, длинный. Вот так вот, да, мы летим по очень пологой траектории, не по резкой. Опа! И тут же резкий, кстати, переход на тему первого уровня. Классно. А музыка явно подзаморочилась, не тупо, но вставляли треков отовсюду. А, вот действительно, и бодненькие кавера, и нормальные переходы. Ну, вот единственное, сейчас, вот, да, тема. Ну, не хоть не резко прервалась, бывает, так уж, что там двадцатисекундный луп играет, и все, и, ну, как он там, плавно, переходит, это приятно. Ну, так, что, в общем-то, особо не думая, он за пятьдесят тысяч жизни, уже четыре, особо такое, легкое место, то есть, мочим направо, налево, тут комментировать особо нечего. так, здоровый подставим, тут сколько, опять, на хп есть, длинноватый, да, опять же, игра достаточно щедрая, здоровье дает, жизни есть дополнительная, является, так, что пока, в общем, все нормально. единица, уровень, низко, может, длинноватый, слишком много врагов, на единицу, площади, скажем так, и враги, ну, прям, не сильно разнообразные, наверное, вот, дошли мы до моста, интересно, будет ли он гореть, и будет ли тут босс, о, черно-белая, не припомню такой расцветки, так, ну, свиньи все не кончаются, все мало, все мало, всем надо навалять, каждый не может, да ну нахер, свалить, ну, что, дальше, я уже думал, сейчас мост сгорит, нахер, блин, уровень достаточно длинный, 10 минут, а по сути, это только второй уровень, на 10 минут играю, как-то многовато для одной локации врагов, все, ничего себе, крыса тут, развелась, так, берем, ух ты, ух ты, я охватился, это неожиданно для себя, так, ну что, мост не сгорает, ага, все, точек, значит, конец уровня, будет ли босс, все, по рыку понятно, что все, приехали, опа, свинью сбросили в обрыв, ну, скелет, не удостоился, скелет такой чести, босса опять нет, королева опять угрожает, пустыми словами, будет ли тогда королева, а то, что-то боссов нету, благо, этим богат, богата фауна, селены батл тос, посмотрим, ледяная пещера, то есть, турбо-туннель, и его кихол, мы, мы, как бы, проигнорируем, о, сегодня альбинос, единственная музыка здесь тиховата, вообще, самая классная тема, ледяного уровня, это из аркадной части, из аркадной версии, вот там прям, загляденье, так, две крысы летели, она в другую, что ли, затылком еще, удалась в полете, интересные дела, сосульки, я не бьюсь, а, сосульки, опа, а, если два раза вниз нажать, можно вот так вот сделать, если два раза вверх, ничего, у нас обрывчик, платформинг, ух ты, одно, один кон, ничего себе, а у меня их, сколько до этого было, даже интересно, о, платформинг пошел, на самом деле, я терпеть не могу, вот в этих, опенборовских играх, платформинг, а, все, разбивается, оказывается, я думал, все, это смерть, думал, что, пыль, институт, оказывается, нет, опять же, их можно, я так понимаю, использовать как препятствие, только толку от них никакого, совершенно, на музыка тиховато, хочу заметить, о, крыса, с пулеметом, в смысле с автоматом с блоки вот и и надо держать на очень близко к остальным и она оставляет пушку ну кстати года пушка достаточно читерный мы можем просто всех расстрелять а все но мне очень короткое время использовать блин это падающий в упор стреляет ее хрен схватишь по первой смерти и пал автоматы не буду им пользоваться он читерский на хп которая в данном случае на хрен не нужно о леденец хрень что ползет а это две крысы я думал что там за паучара какой-то на меня так и тут неожиданно моего леденца закончился срок годности и мне тащили по самому не балусь и ну как в аркаде очень плохо так отнимаются жизни очень быстро ох ты из аркадного автомата вот ядерный реактор и на я отходами нихрена вот так нормально еще одно нововведение слушай ты хрен зеленый о меня столкнули но все свиньи и ты сейчас полетишь туда же не не полетел ну ладно твари ухты сколько свиней набежала ну он толстокожие им тут на холме нормально опыта можно с ними так пора воспользоваться вторым леденечиком все добили мамонта опа опа нифига себе ледяной олей ни разу нигде боссом не был в аркаде был таким ну даже врагом не полу боссом ничего такого единственное у него этот не обозначен лайфбар нифига ты еще и дерешься ну по поведении генерала слоттера если вот эти конечно обычные шестерки тут мешают как отлично да кстати хп для того чтобы сделать супер прием и это плохо сколько вы носите а ну все вынесли что хво первый босс и оригинальный не просто какой-нибудь там big black ох ядрить музыка орет а вот и турботоннель причем нарисованные снас севской версии дэнди вской естественно крыса кто тут еще будет интересно эти инвейдеров будет будут добавлено который хп воруют но хочу кстати третий уровень а из кейф был достаточно протки мне было такого что 10 тысяч врагов одном препятствии но одна локация фига фига берешь просто стену в который обычно врезаешься просто и кидаешь вот весело это я могу сказать тоже плюс явно игре реально лиги оригинальность они просто стыбривание по ходу крыс это окончательно плохо потому что я убил этой стенкой а и по ходу я еще и ворв до всех поскидывал так но это не надо ну ладно хрена с ним хп у меня все равно не нужно крыса крыса ну а такой бросочек получается что-то вроде того же как у акси в 40 так но что тут хп лежит халявное можно и супер прием воспользоваться какие-то крысы живучие прям до ужаса в и а в а а а а а и и Боровята Прибыли На помощь Так, за 150 У меня опять 4 жизни, круто Ух ты Тварь ее Блин, нос не вовремя тут зачесался И сзади свинья О, синий свинь А вот хрен тебе промазал Все, раскидали Но крысы не заканчиваются Ну что ж, так мало Это всего одна Мне даже это тратить Стыдно Не, все-таки количество ударов здесь имеет значение Босса не будет Четвертый уровень пройден Что там, про полеты Еще посмотрим Много врагов Главное быть быстрым и выбежать Что, неужели тут у нас будет сейчас А, я понял Сёрф-сити Какой-то интересный микс Это не сеги и не с дэнди Это что-то Ну, короче, какой-то электронный кавер Я бы сказал Так Начинает все как битэмап Ну, я думаю, вряд ли нам тут дадут покататься на серфе Хотя, хрен знает Несколько сюрпризов игра уже сделала Такое ощущение, что Электрик Клэш писал Кавер Такой электронно-гитарный Ну, в общем, нормально звучит О, блин Подловил О, тварь Надь-ка Так, берём хп-шку Ах ты, тварь Спроста или неспроста Станно, что снесовских уровней больше не добавилось пока что Но хотели бы подумать, что там Спуск вниз они не сделают А вот это вот Покатушки Тоже нет Покатушки со змеями тоже нет Ну и что остаётся Там погони с крысой тоже нет И по башне вот эта беготня тоже нет Так что там Что-то рассчитывать На тебя Вот тварью На тебя О Это свой булавой Я с своим Оружием Ну и всё Спёкся, малый О, уже пятая жизнь за 200 тысяч Прекрасно Расслабляться не надо Здоровье здесь уходит довольно быстро О, прикольный проигрыш Ага, всё Чекпоинт Ну в том смысле Что конец уровня уже Опять Как по одной крысе Ну как-то и всё Ага Не конец уровня Етицкая сила Всё-таки Сёрфинг Единственное Всё на заднем плане Плывёт просто Зверстие Вот ворота даже О, Петерик Брёвна А, тут и прыгает Вау Причём кнопка удара Охрененно То есть То есть моим препятствием Сразу минул Причём и удары Прыжок Кнопки Это прыжок Блин Жизнь в татруске Они поставили Ты цепил И чё Прикалываетесь Что Типа Бревно Ты никак не обедешь Вот тебе Пожалуйста Три жизни Уже слил Хитбоксы Ну какие-то Они, да Не очень Комбинируются Мины Брёвна Блин, единственное Ребит Того Как Средний план Ну и Передний Перед тобой Мелькают Так, ну хотя бы уже здесь Да вот Блин, на полсекунды Позже Прыжок Кашка 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 Ну я так понимаю Робо Манус Оже будет А кстати Да Что-то я туплю В опенборовских Версиях Робо Манус Это ни разу Нигде и не было Если так Повспоминать Генерал Слоттер Да Постоянно фигурил Робо Манус Нет Потому что С аркадой Его не срисуешь Но С Дэнди Сиги Если слабо Тоже это представляю Хотя Хрен знает Все Он готов Что-то Какой-то Он хиленький Даже Даже Со своими Мелкими Шохами Ничего Не сделал Ох Блин Опять Орет Так Ну До 250 Хотя бы Жизнь Оооо От Волкомеры Почему-то Пятый уровень Хотя только что Был шестой Я По жизни Получил в морду За это Странноватый Микс И Стема седьмого уровня, если на самолетах полетаем, если уж на серфе поездили, то и на самолетах не грех полетать. Ну и, кстати, как-то разнообразие врагов-то и подзакончилось, мы видим, в общем-то, крысы, хряки, поросятки, пару раз выскочили эти с автоматами, спецназовские крысы, да и все, кстати, вот уже музыка прикольная пошла. Ух ты, тварь, на-кася, о-о-о, о-о-о, ремя, лисничка его. Опять, блин, две крысы идут, такой еще не, что паучок какой-то за спиной у Борова. Э-э-э, изи-изи. Ох, нихрена себе свиней тут навалило. Ну, в общем-то, да, игра такая простенькая, кратнее, чем мы видим. Я три раза натупил на серфе, мне пять жизней, а так могло быть даже и восемь. Тут ненапряжно, жаль, конечно, что чат сегодня пустует в данный момент, но ладно. Буду какой-нибудь дикий платформинг играть, естественно, чат будет без снования. О, вовремя. Да, игра достаточно щедрая, вот, смотрю, на жизни, на хп-шечки. Кстати, да, вот я напоминал, какие уровни с Несса можно добавить. С Нессовский только турботуннель, по большому счету, остался. Я когда-то про него совсем подзабыл. Ну, не знаю, если смысл копировать. То есть, был один турботуннель, я сейчас построю. Я просто не представляю себе сейчас восьмой уровень, например, после этого, ну, который вот вертикальный. Или там вот эти турботы. Уж тем более гонка с крысами или клингер-вингер. То есть, по сути, дальше будет интересно, что они добавят. Потому что, я говорю, я только знаю продолжительность игры. Более ничего я не знаю. В самом прохождении не смотрел, потому что, ну, неинтересно. Опять же, эта игра явно не копирует другие опенборовские. Опа, что-то я взял, но я не знаю чего. Либо очки. Ну, что-то, не жизнь, у меня их так осталось 6. Здоровья тоже не прибавилось. Так, отлично. Чупа-чупс очень вовремя. Врагов, блин, много. Продолжаем забивать свинину. Меня почти убили. Ну, я почти 300 тысяч набрал. О, блин. Думал, сурк-прием сработает. Не сработал. Не хватило же хп. Так, ну что. Конец сурк-прием. Будь ли босс. Нет, босса не будет. Еще одна жизнь за 300 тысяч. Королева все нам угрожает. Хотя толку никакого. Идем, но очень уверенно. Показываю, что какая-то пушка загружена. Опаньки. Аркадный космический корабль. Круто. Будет... Почему-то тема не из аркада. Ну, как тема. Мелодия та же, но кто-то переработал. Как-то она звучит. Бит, по крайней мере. Если честно, неприятно даже по ушам. Опа. Опаньки. Пошли вот эти вот крысы в мау. Кстати, нигде их не было в Опенборе. Почему оригинал уже не используете из аркады? Я понимаю, что хочется скреативить. Кавер добавить. Кавер тоже вполне себе сносный. Ну что, ребят. Я вас в ямку отправлю. Ничего вам тут гулять. Пошел нахрен. Что, на узкую дару заходим? На. На еще. Я вот думаю, здесь может быть босс-крыс. Вот это механическое. Так. Ага. Платформинг. В общем, смотрю, свинк-то неплохо прыгает. Ну, и неплохо падает. Ну, это ямой можно воспользоваться, естественно, в своих целях. Блин. Свин. Вали отсюда. О, жизни. О, вермин. Так вот, он охренительный, как в Аркаде, или не очень. Ух ты, вот это был крик, я его за п***чное место этот, но я схватил. Да, круто. Так вот, озвучки даже в Аркаде не было. Как мы его за яйки берем и нападаем. Все, свинк, ты сейчас получишь. О, блин, меня добили. Да и сила. Конечно, как хорошо, но надо брать прямо заранее. Типа, я его не могу поднять, он сопротивляться так умеет. Какая-то царапуляция произошла. И вот, опять, половина на здоровье слетела. Кстати, если тут Аркадные уровни добавляются, то, может быть, даже мы увидим этот... Какая-то квартиру, то есть, ну, где там картины висят. Да, я думаю, наверное, и все. Так, все, пошли толпы врагов. Ну, блин, да, лайфбар тут уходит прям вообще быстро, как в Аркаде. Один удар и трех ХП нет. Но в Аркаде единственный лайфбар еще меньше. Так, тихо-тихо. Опа, двое. Ну, если они, конечно, пацаны с Аркадными вертами, никакие. И здоровья у них очень мало. Так, охреневший матчик. Блин. Он очень подло стреляет. Ахрен, автомат даже брать не будет. Ну, да, тут, да, либо суперприемами, либо получаешь урон. Так, главное сейчас. эндгейм не нажать нос чешется все уровень кончается почти 350 штук нато не лох для жизни потратил писта на уроне не падая в ямы от получая то есть игра потихонечку потихонечку конечно усложняется что и седьмой уровень закончился босса все-таки нет королева опять за своем 1 уровень из аркады здесь приятный коверок на первое время скажем на первый взгляд первый слух сзади нету этого расстрела тарелками друг другу а и тут должен быть по идее генерал слотто тогда уж уж его за должны запиткнуть единственное гитар конечно не хватает ну че то живучие все оп блин ладно он мало хп отнял ни хрена себе но ты еще живая о блин ловил хренов свин крыса всех мастей о по автоматчики автоматик чеки один другое так ладно удалось то делать без потери жизни так ну что быстренько реализовали ящик блин на хрен этот автомат я не хотел брать а так 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 вот так так Блин, с этой коробкой тоже бегать нельзя. Так, опять крыса стреляла, блин, меня завалила обычная крыса, стыдно, стыдно ребят. Так, четыридцать тысяч, снова шуткой жизни. Опа. О, блин, тут еще и крыса будут. Опа. 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 птички есть определенные ох блин ретро бластер какими судьбами до книги он попался вообще из второго уровня валите на францию по лазера смертельная на институтильные так наконец-то жизня аж брови ну хоть не инстакил да блин тролльское расстояние у них немножко все нормально так ящиков много что с врагами были дропа кстати я смотрю 63 кадра разошлись с автоматом мы главное появилась вместо этого друга блин и здоровья то нихрена не осталось это вообще звук божественно просто а 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 Какая-то полоса подобрительная, ну вроде-то просто стыки, скажем так, платформ. Да блин. Да стреляющий враги тут бесит. Слава богу, дохлая. Опаньки. Даже так? Даже не хочу узнавать, что ты умеешь делать. Блин. Таких боссов не было, ну как враги были, да вы, естественно. Да и то, по-моему, в одной, максимум в двух играх еще от одного создателя они встречались. Продолжение следует. Все. Сделали мы этот татавящего товарища. Ну все, походу королева сама наконец-то снизойдет, чтобы нас завалить. Ух ты, сеговская. Ух ты, блин. Все? А, нифига. Не так все просто, я смотрю. Думаешь, что два суперудара и один просто удар и все, всех делов. Тут, короче, босс раш намечается, я так понимаю. Ну, без крыс эти все боссы лошадь. Давай, сдыхай. Давай, сдыхай. Сдыхай уже. Сдох. Хуизнекст. Опа, королева. Блин. Стреливать падла такая. Ага. Наваляли. Олень северный прибежал. И он меня добивает. Ну, я поведение, как у генерала Слоттера, поэтому тут тоже особо креативить смысла нет. Дополненных врагов нет. Здравствуй, TypeRemoalian. Давно не виделись. Да, давно тут не был. Я тут в Опенборровских жаб гоняю. Так, ну что, Оленина сдаваться не хочет. Зато у меня скоро будет 450 тысяч. Опенбор – это любительская платформа. Сделана она на, скажем так, движке серии игр Streets of Rage. Ну, которые знаменитовские, сейговские. Причем первая игра вышла аж в 2003 году, по-моему. И вот, по ней вышло до хрена всяких битэмапов. Интересных и не очень. Так, кто? Слоттер. Ну да, тут еще, короче, у нас и босс раж. Вот, на этой платформе огромное количество игр вышло. Можно прям загуглить или загуглить название игры Beats of Rage, с которой все и пошло. И вот на этом движке делались в огромном количестве боевые жабы, и черепашки-ниндзя, и, что я там люблю, тоже Streets of Rage. Ну и так далее, и тому подобное. А это не файтинг, это битэмап. Тут просто именно все в одной локации в данный момент происходит. То есть, ну, уровень комната, где боссы на тебя накидываются. Файтингом это назвать нельзя, потому что тут, по сути, три кнопки. Это прыжок, удар и суперудар. Ну, в некоторых версиях есть две атаки. Так, Слоттер тоже лег, а нет. Рык был такой, как будто он уже все. Ну что, королева, длин, непредсказуемо, падла. Опа, опа, она говорит. Блин, добил таки. Ладно. Ну, блин, как кухонь ты машешь руками, тебя тут атакуют. А ты тут призываешь ее... Блин, она очень, кстати, резкая. И дерзкая. Ну, как обычно, на всех королев, на эту тактику нет от слова вообще. Ну, все, это, походу, последняя форма. Жирнючка, да. Да блин. Короче, валим в перемяз, все, хп кончилось. Блин. Неприятно. Неприятно то, что еще, конечно, без тактики кена. Ну, вали как хочешь. Просто скачет туда-сюда и кидается своими, я не знаю, что это, лазеры. Наконец-то. Ну, вот как и ожидалось, начать с небольшим игра. Вот так. Ну что, хорошая работа жабы. Раскатаем королеву снова. Теперь уничтожить быструю машину. Это еще один уровень, я так понимаю. Неожиданно. А, нет, все, это катсцена. Какую-то, короче, вундервафлю изобрела королева, которая может угробить весь мир. И все. Хватит разговоров. Говорит, пимпл. Разносит ее. Весело, весело. Так, а что у меня... А, я понял. Смотрю тут. Ну, короче, все, я так понимаю, гейм-овер. Да, спасибо за игру. Ну, что можно сказать. В общем-то, немного банально, но есть некоторые моменты, которые... Доставляют удовольствие. Добавили много новых врагов, немного фишек. Так что нормально. Маловато боссов единственное. Ну, а так. Игра как игра для опенбора, в общем-то, опять же, учитывая, что это создается любителями, особых претензий у меня здесь нет. На часик поиграть пойдет. Не затянуто, не очень коротко, нормально. Да, вот. Игорь Пелюга, он же Гном. Его каверы были взяты. Ну, вот, узнал на слух. Музыкальная тема. Так что круто. Не исключено, кстати, что это наш соответственник мог делать. Или, например, кто-нибудь там из Украины или Белоруссии. Эту самую игру. Ну, нормально, что я могу сказать. Единственное... Ладно. Добавить, в общем-то, особо и нечего. Nintendo до Америка. Ну, собственно, и все, я так понимаю. Музыка, единственное, в конце орет. Ну, все. Так, и ничего. А, все. Ну, и финальный счет. Я тут в начале стрима затупила и случайно нажал паузу и закончил игру. Ну, вот как-то так. Буду ли я сейчас что-нибудь еще проходить? Блин. Время-то уже второй час ночи. Как-то... Если я сейчас засяду и часа на полтора, то не особо-то хочется. Или просто по-фаново что-то поиграть. Сейчас посмотрим. А... С Rome. О. О. Продолжение следует...